сейчас будет привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег буквально через минутку мне перезвонят корреспонденты телеканала лайф и мы будем проводить с ними прямой эфир тема как вы помните кинологическая служба кемеровской области аварийно поисково-спасательного отряда видимо меня будут спрашивать о том что произошло с того момента когда мы последний раз разговаривали вот я работаю работал точнее нет не кинологом не было такого должности кинолог там был спасатель кинологической группы то есть вот кинолог это было второстепенно там абсолютно я приводил на своем видеоотчете после того как был в кабинете у директора я записал обращение то есть у меня зрители меня спрашивали просмотров очень много где показывал конкретные бумаги то есть где было во внутреннем документе предприятия написано о том что требования определяемые к спасателю кинологической группы это обыкновенное среднее образование то есть понимаете они лгут прям в глаза вот сидишь у них в кабинете они тебе лгут люди до сих пор выкручиваются сейчас смотрите вот ажиотаж поднялся как бы хайп идет вот этот вот то есть люди возмущены потому что меня знают очень много людей и в области и за пределами области и за пределами страны собственно говоря вот и для того чтобы хотя бы среди жителей области быть красивыми они что делают вот я сейчас обращаюсь я знаю точно что и иван николаевич ширин это пресс-секретарь который работает у нас на предприятии он смотрит будет смотреть эту передачу в любом случае я я просто хочу обратиться вань вот тебе не стыдно на самом деле писать вот те статьи которые вот явно ангажированные то есть сейчас у нас некоторые наши областные издания то есть для того чтобы навести вот эту красоту до говорят о том что вот те собаки которые которых я воспитал и у меня на канале самого щенячьего возраста выложено вообще вот это все то есть как я их воспитывал самого начала и как не работал человек который сейчас публикуется в этих в этих изданиях о том что это он воспитал этих собак и они спасли десятки жизни с ним это вообще вот иван вот тебе не стыдно писать такие вещи идем дальше вот смотрите сейчас этот человек съездил в томск на аттестацию он эту аттестацию не прошел потому что но он не способен просто-напросто и не готов и не по своим моральным не волевым качеством не по образу мысли работать с животными то есть человек не хочет этого дела для чего его вытаскивают и выгораживают и заставляют я не понимаю сейчас вот с понедельник его отправили в город красноярск на пройти опять аттестацию понимаете за месяц второй раз человека не прошедшего аттестацию отправляет у меня есть документы что эта собака все эти этапы проходила и сдавала с ним она пройти и сдать не может то есть вот это нерациональное расходование бюджетных средств я когда ездил я ездил за свой счет все это делал сейчас человеку отправляют машины командировочные расходы на на заведомо обреченное предприятие у нас денег не хватает на мипель понимаете вот для колеса спасательной машины чтобы она выезжала спасатели сбрасываются лампочки покупают запчасти для автомобилей покупают а его второй раз уже за граб за пределы области отправляют для того чтобы просто доказать что он может что-то сделать не может он ничего сделать если бы он мог бы это сделать я бы собственно говоря вообще бы это даже рот бы не открывал бы ну просто здесь вот ну явно понимаете такая вещь идет которая ну влияет на безопасность я еще раз хочу сказать на безопасность в том году два обрушения два знаковых обрушения на которых отработала моя собака два знаковых обрушения у людей уроки не воспринимаются они думают что собаки никого не спасает ничего не делают и они должны только стоять где-то на параде на каком-то ну и в ведомостях где-то вестись а если взять документы о том сколько денег было потрачено на кинологическую службу в том году но это любая комиссия упадет в обморок просто служба есть денег потрачено не было я не говорю о тех документах которые были подписаны не мною олег ну скажите вот в итоге чем закончилась встреча когда вы пошли вот к руководителю и так далее то есть вот эти итоги какие конкретные итоги 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 стали ангажировать стали пойти публикация том что кинологическая служба работает что именно тот человек который сейчас находится на должности и воспитал этих собак то есть мне было бы ну дано понять о том что я не вернусь на это предприятие во всяком случае при тех руководителях которые сейчас есть что мне дорога туда заказана вот собственно говоря итоги что что после было положительного есть и положительные моменты то есть ну хотя бы они чесаться стали хотя я говорю что вот они тратят деньги куда попало вообще вот я думаю что налогоплательщики которые оплачивают все эти разы поезды по поездке разъезды должны спросить с администрации кемеровской области куда эти деньги идут а еще вот знаете что интересное произошло за это время это прям супер интересно то есть местные я же как бы иду сейчас против администрации не точнее против я вообще решаю одну конкретную задачу проблему я не позиционирую себя как какой-то оппозиционер да то есть я не иду против власти я не иду против того что там у нас все плохо в стране дата даже в области все плохо я говорю что у нас сейчас есть конкретная задача вот этот конкретный фронт который нужно решить который нужно победить и вот местные оппозиционеры наши у нас есть тут пару фриков таких знаете не буду называть их фамилию для того чтобы рекламировать они видимо восприняли меня как своего конкурента что ли вот и стали опубликовать какие-то гадости вообще против меня то есть там ну там вообще такие помои что там алкоголик тунеядец я вообще не пьющий человек алкоголик тунеядец там знаете там чуть ли не педофил что только не писали вообще на самом деле вот но я рад я благодарен за эти публикации потому что у нас в области их знаю достаточно хорошо и люди перестали меня ассоциировать как этого оппозиционера который в одном ряду с этими фриками находится то есть как бы вот даже до такого доходило то есть понимаете люди меня восприняли как такого то есть получается они хотели одно сделать а в итоге абсолютно в другую сторону ой вы что это это прям да для меня это прям большой плюс получился вот их эти публикации негативные и хотя знаете вот я хотел бы все равно я знаю что руководитель будет предприятия смотреть этот выпуск и поэтому я хотел бы вот обратиться к нему а скажите мне пожалуйста вот виктор васильевич вот у меня к вам такой вопрос начальник отряда да у нас банный михаил петрович как начальник спасательного подразделения должен человеком быть абсолютно аполитичным да то есть не должен заходить на эти оппозиционные сайты и тем более там писать какие-то комментарии и ставить лайки ну вот он присутствует там и еще у меня один вопрос вам виктор васильевич у вас начальник отряда который понимаете работает с инженерными какими-то сооружениями тесно связан с механизмами с какими-то которые помогают то есть гидравлика там бензопилы и так далее у него как минимум должно быть средне техническое образование а то и высшее наверное образование а у него его нету понимаете вот мне скажите пожалуйста как у вас начальник отряда работает без образования начальником отряда то есть вот эти вот несостыковочки вот как это все вот вы принимаете как руководитель олег спасибо большое и вот последний вопрос задам наверное скажите вот все таки как можно расширеннее будет добры на него ответить все таки вот в вашем регионе есть надежда на то что кинологическая служба все таки будет развиваться если новые молодые кадры которые возможно вы воспитаете у нас есть надежда на то что кинологическая служба будет развиваться потому что есть люди заинтересованные в этом и я собственно говоря тоже в этом заинтересован а я человек очень инициативный и и и и люди есть которые заинтересованы в этом и генерал-майор мамонтов я надеюсь что александр сергеевич нам окажет хотя бы какую-то материальную поддержку не в плане того что там зарплату платить а в плане того чтобы предоставить технику какую-то для того чтобы мы могли выезжать на тренировки александр сергеевич я знаю вы вот такой классный мужик и вы нам поможете то есть люди есть желание есть надо чтобы появилась воля некоторых руководителей именно кемеровской области для того чтобы они действительно вот свои амбиции отложили в сторону и немножко подумали о жителях кемеровской области то есть все это есть потенциал есть новые методики абсолютно есть новый взгляд на вещи есть желание есть и понимаете даже есть люди которые готовы ну вот как я допустим да я часть своих заработанных денег я трачу на это потому что это мое хобби а когда у человека это хобби то есть когда работа совпадает с твоим любимым делом это и есть счастье вообще поэтому я не теряю надежды никакой я вообще оптимизм по жизни оптимист по жизни я думаю что все будет хорошо все когда-то заканчивается начальники приходят уходят эти начальники и если придут достаточно умные люди то они ну обратят на это внимание они увидят рвение и все на свете и я даже не теряю надежду на то что то есть у меня нет такого чтобы кто-то там пролил кровь какую-то кого-то сняли убили там я не знаю там уволили или посадили в тюрьму у меня нет ни настроения ни желания ничего такого и если даже захотят руководители которые сейчас находятся у руля этого подразделения то я готов работать собственно говоря и с ними потому что дело это прежде всего амбиции это надо дома оставлять всегда вот как то так я думаю олег а скажите пожалуйста вот что вообще требуется для развития кинологической службы вот по факту то есть какие конкретные вещи которые нужны для развития кинологической службы надо не мешать надо помогать то есть точнее даже не надо помогать надо просто не мешать надо не вставлять палки в колеса то есть все методики и даже есть договоренность например вот у нас нету своей допустим площадки какой то да то есть это достаточно серьезная площадка достаточно серьезные там стоят ну там бочка там реквизит такой на котором должна собака отрабатывать все это дело лес техногенный завал есть договоренность допустим сельхоз институтом да у которого есть эта площадка которые готовят кинологов с высшим образованием сейчас то есть есть договоренность меня не пускали меня не пускали меня задвигали то есть это ж я не я олег степанов туда иду а я собаку свою беру и веду и там занимаюсь с людьми договариваюсь то есть здесь просто-напросто нужно выработать какую-то определенную концепцию да сесть правильно оформить все документы составить план мероприятий которые есть велосипед изобретать не надо собственно говоря вот что надо то есть а для этого для всего нужно желание и чтобы человек думал первую степень вообще о о деле не не о том что вот ага я начальника поэтому не должны слушаться все а именно о том о результате о том что жители кемеровской области доверили доверили вам свою судьбу вот в ваши руки непосредственно и думать о том как развивать это все тем более вот смотрите сейчас у нас что делает вообще президент он омолаживает вот эти кадры все для того чтобы свежие идеи они приходили не 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 так чтобы у нас инициатива была наказуема а так чтобы инициатива хорошая инициатива естественно нужно чтобы это не один человек решил чтобы несколько человек пришли к какому-то консенсусу то есть есть там возможности есть и желание но нету материальной базы там допустим да давайте вот подумаем сейчас над этим то есть главное чтобы было желание вот что надо это вот четы Serg и это вот это вот что вот это вот это вот